Всем привет! И снова здравствуйте! Я пообещала вам рассказать, как я работала певицей. Вообще, моя работа певицей, она всегда происходила параллельно с основной работой. Но почему, я вам расскажу позже. Вообще, за всю свою жизнь, в принципе, я пела до 30 лет. Я пела в трех ресторанах, но это уже был конец, скажем так, моей карьеры. На большую сцену я не взошла, но на то были некоторые обстоятельства. Но об этом тоже позже расскажу. А как все начиналось? Начинала я петь, в общем-то, еще с детства. И пела я дома. Когда я училась в школе, и вот когда родителей не было дома, я слушала пластинки. У нас был проигрыватель магнитофона, еще тогда поначалу не было, он появился позже. А у моих родителей были пластинки, и там были разные исполнители. И, в общем-то, я пела все подряд. Все, что мне нравилось, я пела. Я помню, были многие пластинки из кинофильмов, какие-то там песни. В общем, я их копировала, включала на всю громкость, что даже соседка жаловалась моей маме, что я громко слушаю музыку. Но, в общем, я пела параллельно с этими пластинками, получала удовольствие, и не могла в этом себе отказать. Когда училась в школе у нас учительница по пению, но это было уже где-то там 7-8 класс, учительница по пению, она собрала такой кружок, ну, вокальную группу. И, в общем, меня туда взяла, у меня был хороший голос, и вот она нас там, вне классовое такое занятие было, она нас там распевала, мы разучивали какие-то песни, и даже выступали на каких-то там концертиках небольших. Я помню, на какое-то предприятие нас повезли, мы там какой-то праздник, то ли к 8 марта, что ли, там несколько песен мы там исполнили, наши группы. Но это был такой первый шаг какого-то выступления. А потом, когда я закончила школу, наша учительница по пению, она собрала там уже за школой команду, ансамбль, и позвала меня туда петь. Но я уже пошла учиться в училище. А еще что я вам хочу сказать. Когда я закончила 8 классов, я хотела поступать в училище искусств. И когда об этом я маме сказала, мама уперлась всячески руками-ногами, ни в коем случае не разрешила мне идти туда поступать. Она сказала, мне певица в доме не нужна. Вот, ну, разрешила мне поступать в ГПТУ, где я пошла учиться на раскрощицу вверхообуви. Но втайне от мамы, свободное от занятий время, я все-таки ходила в кружок вокальный. У нас был дом просвещения, я помню, на газетном. И там была очень такая пожилая преподавательница и концертмейстер. И вот там вот она мне ставила голос, рассказывала, как надо петь, как надо дышать. В общем-то, вот это все она мне объясняла. Ну и параллельно я бегала на репетиции в ансамбль, который создала наша учительница по пению. И мы там репетировали, мы пели, там также выступали на концертах. Это был у нас институт, научно-исследовательский институт, где-то на западном. Энергосеть проект. Вот, вспомнила даже, как называется. Так вот, параллельно я училась, как бы сказать, на профессию и параллельно бегала заниматься пением. Пока моя мама не знала. Но когда она узнала, она это все тоже прекратила. И вот в 17 лет, когда я пошла работать на завод, там, где работала моя мама, как-то подошел ко мне комсорг и говорит, я слышал, что ты поешь. Вот у нас смотр самодеятельности собирается, и вот я прошу тебя, чтобы ты выступила от нашего цеха. Я ему сказала, я могу спеть, но только если мне будет аккомпанировать ансамбль. Но никак по-другому, соло я петь не буду. В общем, он договорился с ансамблем. Этот ансамбль был из другого цеха. В общем, я выступила на смотре. Мы заняли там первое место с нашей песней. Потом я перешла работать в тот цех, как раз-таки на Хрусталь, где мы, где я уже работала вместе с ансамблем. Кстати, мы выиграли призовое место. Нам дали 15 бесплатных путевок в Прибалтику. И мы поехали нашим коллективом, ну, руководители, там кто-то с женами поехал. И вот потом уже я осталась работать в том цеху. До 18-летия работала на том заводе, пела там ансамбль. Ну, а после того, как я уволилась с этого завода, я два года работала в аэропорту. Меня там приглашали в ансамбль, но я не хотела, почему-то не хотела идти петь. А в самодеятельности, в общем, два года у меня было перерыва. А потом уже, когда я устроилась работать на Красный Оксай, на завод, и там тоже, опять-таки, в воле случая я где-то там пела, где-то меня услышали, и, в общем, позвали меня петь в ансамбль заводской. И, в общем, там, пока я работала на заводе, я с этим ансамблем также выступали. На концертах, на свадьбах тоже они меня звали. Вместе с ними поработать. Это так, подработочка была. И как-то мы выступили, у нас был тогда районный смотр самодеятельных ансамблей, и мы выступили на этом смотре, заняли призовое место, первое место заняли. Мне дали тогда еще, помню, грамоту за лучшее исполнение. И тогда, после этого смотра, ко мне подошел руководитель. Один сначала подошел, пригласил работать на теплоходе в ресторане певицей. Другой подошел, пригласил работать меня в ресторан певицей. Но я им тогда сказала, что я певицей уже не пойду сейчас работать. Я как раз была тогда беременна с дочкой, еще на первых месяцах беременности. И, в общем-то, да, я отказала. Но вот тогда, когда уже я была в декрете с дочкой, уже ей было 10 месяцев как раз, денег не хватало, пока я была в декрете. И ко мне домой пришел руководитель ансамбля из ресторана, который тогда меня пригласил, а он тогда сидел в жюри. И он знал моего руководителя ансамбля. В общем, таким образом он меня нашел, он ко мне пришел и мне сказал, мне нужна срочно певица. У нас из музыкантов никто не поет. Певица, которая там работала, она ушла в декрет. И, в общем-то, им срочно нужна певица. Прямо вот завтра. Я говорю, ну как же я завтра могу выйти? Надо порепетировать там. Нянечку надо найти. Он все это делается быстро. Все мне разъяснил, сколько я буду зарабатывать, сколько нянечке надо платить. Посмотрели мы, какие у меня есть там наряды. В общем, выбрали, в чем петь, репетировать. Просто он открыл свои такие общие тетради, талмуты. И мы с ним пробежались по списку песен. Эту песню знаешь? Знаю. Так, все, эту знаешь, эту знаешь. В общем, выбрали. Он говорит, давай пока десяток песен выберем, а там уже разберемся. Я говорю, а как же без репетиции? Он говорит, профессионалы не репетируют, а поют сразу. В общем, разберемся, приходим. И, в общем, через день где-то я вышла уже на работу. Быстро, правда, все нашла. Нашла нянечку, все договорилась со всеми. И, в общем, пошла работать певицей в ресторан «Балканы». У нас тогда был такой ресторан на набережной. И туда я вышла работать певицей. Муж мой не был против. А вообще хочу сказать, это была моя мечта быть певицей вообще в жизни. Да, такая вот была моя мечта. И муж мой об этом знал, что для меня пение – это прям все, это моя жизнь. Поэтому там возражений не было. А при том, что мы с мужем тогда были еще не расписаны. Мы просто жили так гражданским браком. И поэтому я просто сказала, что я пойду. Все, это уже не обсуждалось никак. Тем более, действительно, денег в семье не хватало. Я была в декрете, зарплаты никакой, понятное дело. И, в общем, я вышла туда петь в ресторан. Когда я пришла, музыканты как раз сделали перерывчик. И мы с ним сели, с руководителем, открыли тетради. В общем, вернее, я подошла к музыкальному инструменту. Мы тихонечко с ним подобрали тональность. И, в общем-то, сразу я начала петь. Потому что песни я учила, я ему сразу сказала, песни я учила по пластинкам, по тому, как записано. Пою в оригинале, буквально все один в один. Поэтому только тональность подобрали. И все это быстро, легко. И, в общем-то, я быстренько втянулась, вошла и начала петь. И проработала я в этом ресторане до конца своего декрета. Пока дочке не исполнилось полтора года. Потом уже я должна была вернуться, выйти на завод, на рабочее место. Просто так, как я тогда жила в общежитии от завода. И жилье потерять мне не хотелось. Поэтому я вышла уже работать на завод. Но, когда я вышла на работу, там получилось так, что мне нужно было дочку устроить в садик. И в садик ее там не брали из-за одной прививки. В общем, пришлось мне устроиться тогда, перевестись, работать нянечкой в детский садик для того, чтобы устроить туда свою дочь. И вот пока я работала в садике, прошло буквально несколько месяцев, даже полугода не прошло с тех пор, как я ушла с ресторана обратно на завод, опять меня находит мой руководитель и говорит, мы сейчас перешли работать в другой ресторан, нам нужна опять певица, давай что-то делать, выходи петь. Ну, я петь вышла, хотя мне было очень тяжело каждый день работать и нянечкой днем, и вечером в ресторане. Я поздно ложилась спать, я рано вставала, я очень уставала и очень не высыпалась. Но потом мы уже с руководителем договорились, что я буду работать три дня в неделю, то есть там среда, суббота, воскресенье, вот так, для того, чтобы хоть как-то я могла отдыхать. Ну и, в общем-то, таким образом я осталась спеть в ресторане, в садике я поработала какое-то время, потом перешла работать уборщицей так, чтобы я могла прийти, не привязана ко времени, чтобы я могла прийти, убрать и уйти. И, в общем-то, я тогда уже могла нормально, спокойно совмещать эти две работы. Основная работа моя считалась уборщицей, дворником, как раз я подрабатывала. А подработка у меня была работа в ресторане, Но работа в ресторане, это была основная зарплата. А уборщица была зарплата такая уже, поменьше, конечно. И, конечно, приходилось мне перевоплощаться, потому что, вот представляете, когда, это вот как психология, да, работает. Я утром иду убирать дворец культуры, ну, там, понятно, люди ходят, посетители ходят. Я же понимаю, что могут меня увидеть и узнать там те, кто ходит в ресторан также. И могут меня узнать. Ну, в общем, я, в принципе, убирала в то время, когда посетителей было очень мало. В общем, быстро-быстро. Хотя, помню один такой момент, как раз была зима, и я колола лед на улице. Ну, я одета была всегда нормально, я одевалась нормально, в общем. И всегда была накрашена, всегда ухожена была. И вот я на улице колю лед, на лестнице там как раз возле ДК. И проходит как-то один мужчина и говорит, ой, кто ж такую симпатичную девушку заставил лед колоть? Вас, наверное, наказали за что-то? Я говорю, да, так, просто убираю тут. Я говорю, вы вместо того, чтобы сочувствовать, взяли бы, да помогли. Он, правда, взял лом и помог мне там колоть лед. А я сама стою и думаю, ох, если бы ты знал, что я-то вообще еще и певицей работаю. Ну, ничего, мужчина мне помог немножко и пошел дальше на работу. А после этой работы я шла домой. В общем, днем я была дома, там приводила себя в порядок, разучивала песни. В общем, занималась своими домашними делами. А вечером уже я наряжалась и шла певицей работать в ресторан. Ну, у меня там было платье такое длинное в пол, и оно у меня находилось на работе. Я там переодевалась еще ко всему. Ну, и, в общем, там пели, веселились. Как раз я помню, тогда очень популярные были песни Пугачевой, Булановой. Я уже даже сейчас и не могу всех вспомнить. Ну, в общем, много было Аллегрова вот тоже. Ну, и много было популярных тогда песен в те времена. Это уже были 80-е годы, где-то вторая половина 80-х. И еще вот какой был момент. Я помню, как раз в те годы в Юрмале проводили конкурсы молодых исполнителей. И вот тогда, когда я работала вот в ресторане, кстати, мы были как оформлены Ростовское объединение музыкальных ансамблей. И работали вот эти все ансамбли в разных ресторанах. Ну, мы как бы работали как объединение, и там какую-то зарплату маленькую, но нам платили. И вот как-то мне мой руководитель говорит. Ты знаешь, у нас вот тут собирали конкурс, проводили для исполнителей, тех, кого мы можем от нашего Рома послать в Юрмалу на этот конкурс молодых исполнителей. Ну, я, говорит, заявку на тебя не подал, потому что ты же и замужем, муж твой будет против. Я говорю, ну, как же ты мог взять и не спросить меня об этом? Наверное, же я должна решать, кто против, кто не против. Хочу я, не хочу, могу, не могу. Почему ты мне об этом не сказал? Ну, я так думаю, что, скорее всего, он преследовал свои цели. Ему не хотелось певицу терять для того, чтобы опять искать новую. Я думаю, что именно из-за своих каких-то там меркантильных интересов он на меня не подал заявку. И таким образом, когда вот эту Юрмалу показывали по телевизору, я помню, тогда там выступал Александр Малинин, Валерия, еще некоторые исполнители, довольно-таки известные. А тогда они вот выступали на этом конкурсе, на котором я могла тоже выступать. Если бы не мой руководитель ансамбля. Ну, так вот, вот в том ресторане, это ресторан, кстати, был в Батайске, вот туда ездили на работу. И там я работала уже до декрета с сыном. То есть уже работала, пока не пошла уже с сыном в декрет. Ну, вернее, даже до декрета, еще только первые месяцы беременности, так как в зале очень сильно курили тогда, и дым стоял, просто туман, невозможно было, трудно было дышать, особенно и петь. И при том, что работа заканчивалась поздно, пока доедешь домой, поздно ложилась спать, а меня в сон клонило. И, в общем, в принципе, первый триместр я, в общем-то, уже ушла оттуда. Я уже не могла просто работать уже в связи с беременностью. И вот прошло несколько лет, уже вот эта перестройка, завод как раз закрыли. Я рассказывала вам видео там, где я работала на заводе. С завода я ушла, так как зарплату задерживали, я пошла работать швеей. И, в общем, опять меня нашел мой руководитель ансамбля. Опять он ко мне обратился и позвал меня петь в другой уже ресторан, в кабак, так сказать. Там уже был другой состав, в общем, маленький состав. Там клавиши, клавиши, саксофон. А тогда уже клавиши были такие, которые уже там можно было включить и барабан. Ну, то есть пианино ансамбль заменял. Но саксофон был нужен для того, чтобы петь там армянскую музыку, играть. Притом армянин у нас был саксофонист, он и армянские песни пел. В общем, короче говоря, уже ансамбль был из двух музыкантов, но нужна была певица, в общем-то, нужен был женский голос. И опять меня мой же руководитель, тот же самый, все время с одним и тем же я работала, позвал меня работать туда. И я поработала швеей какое-то время и пошла опять певицей. Лет мне было уже тогда 28, почти 29. Ну, в общем, проработала в этом ресторане, я с ними полтора года. Как раз я помню, что я отметила 30-летие, и через некоторое время после этого я оттуда ушла. А почему ушла? Потому что там уже платили недостаточно денег. И хоть там музыку и заказывали, так же люди пили, гуляли. Хотя это были 90-е годы. Ну, люди все равно зарабатывали как-то, и на гулянки, на отдых денег все равно не жалели. Так же на музыку не жалели, так же платили. Но у нас уже в ансамбле были уже другие какие-то хозрасчетные отношения, то есть денежные я имею в виду. И оплата за песни уже была не такая. Ну, если раньше мы все эти деньги поровну делили на всех одинаково, то потом уже пошли другие денежные отношения, другие условия оплаты труда. И, в общем, не совсем они меня удовлетворяли. Зарабатывалось мало денег, и этих денег мне не хватало. И, в общем-то, я вынуждена была уже уйти оттуда, найти работу, где нормальная зарплата, потому что мне нужно было все-таки кормить детей, растить детей и деньги в дом приносить. Поэтому я оттуда, в общем-то, из швея я пошла опять петь, полтора года попела, и опять я пошла работать швеей. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот если я поначалу, когда пошла петь, пошла певица, вот работать, для меня это работа была, я была, честно говоря, работать рада была бы и бесплатно даже. Потому что работа эта была любимая, мне нравилось петь, мне нравилось, как я себя чувствую на сцене. Притом, когда много поешь, распеваешься, голос становится увереннее. В общем, в принципе, как я пою, многие из вас уже видели, наверное, по моим предыдущим видео. Если вспомнить видео «Мои армянские корни», кто не смотрел, посмотрите, там я пою. Вы услышите, как я пела в те времена. И как раз там есть кадры из тех лет. Увидите меня молодую, услышите, как я пою. Ну, а как я пою сейчас, уже пою похуже, конечно же, уже голос не тот, при том, что я не пою. В общем-то, вообще уже не пою. Но я снимала видео, как раз мы с дочкой снимали поздравления новогодние, и тоже вот можете услышать, как я пою. В общем, еще в каком-то видео, по-моему, я пела. Но это вот уже, скажем, в эти годы. Сейчас я петь для вас не буду, потому что голос сейчас не тот. Это нужно распеться. Если я раньше могла без распевки петь, сейчас не могу. Ну и раньше пелось мне легко, сейчас мне уже труднее это дается, это занятие. Ну, в общем, таким образом я могу сказать, что моя карьера певицей все-таки какая-то была, какая-никакая. Все-таки я пела на сцене, хоть это и ресторан, хоть это не та сцена. Главное, что я получала удовольствие от того, что я делаю. Ну и все. А после 30 лет я уже певицей работать никуда не устраивалась, потому что уже другая оплата труда была, и, в общем-то, все было по-другому. Для меня была самая главная важная цель это уже вырастить своих детей, чтобы было, чтобы были деньги, чтобы денег хватало на жизнь. В общем, 90-е годы были сложными. И, в общем-то, в 90-е годы в основном я работала швеей и продавцом. Основные такие профессии в 90-е годы у меня были. Ну что, на этом, наверное, все. Наверное, я рассказала вам основное, вот все, что я смогла сейчас вспомнить, я рассказала вам о своей такой карьере певицы. Состоялась карьера певицы, не состоялась. Я могу сказать это, как я не стала певицей, как я не вышла на большую сцену. Вот, собственно говоря, все началось с того, что когда-то моя мама не отпустила меня в училище, где я уже училась бы как раз на певицу, и уже шла бы по этой карьерной лестнице, но и дошла бы, в принципе, таланта мне для этого хватало. Но получилось так, как получилось. В общем, моя мама не хотела певицы, чтобы я была. Потом я певицей стала, вопреки всему. Но к тому времени, когда я стала певицей, в общем-то, у меня уже были дети, и уже дальше пойти мне не удалось, потому что уже по разным всяким обстоятельствам, скажем, семейным. Ну вот и все. В общем-то, мой рассказ на этом заканчивается. Я видео хочу закончить на этом. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok